Вот и мужчине руку тоже потрем. Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Я вас всех поздравляю с наступившей уже весной. У меня будет предсказание карт Таро для каждого на март 2020 года. Знаете, мне кажется, весна – это то время, когда внутри каждого загорается свет. Вот если совсем недавно еще вам казалось, что свет внутри вас погас, то весна все исправит, поверьте. Я желаю вам хорошего марта. Пусть наступающий март, будущий март, станет лучшим мартом, самым счастливым в вашей жизни. А для закрепления результата я предлагаю обратиться к золотой рыбке. Вот она рядом со мной, посмотрите. И ее принято просить. Можно хвостик потереть, можно голову. Потрите ее вместе со мной. Мне кажется, вот так вот на расстоянии это тоже должно сработать. Давайте загадаем желание. Самое-самое заветное желание марта. Первое предсказание карт Таро на март 2020 года будет у меня, и это ожидаемо для Овна. 20 марта неизбежно придет к нам весеннее равноденствие. Это такая точка переломная, важный день, ответственный, которому лучше, но так осторожно достаточно подходить, потому что день весеннего равноденствия открывает как бы летний сезон, то есть полугодие, которое в астрономическом, в астрологическом смысле отведено лету. После этого время покатится очень быстро, много рутинных, неприятных дел лучше сделать до 20 марта, получается, чтобы потом спокойно наслаждаться жизнью и тратить деньги, а не пытаться зарабатывать. Но про деньги, наверное, будет отдельный разговор, потому что полнолуние в Деве нас ждет 9 марта, и в этот же день истекает срок, отпущенный ретроградному Меркурию. Полнолуние в Деве само по себе несет какие-то материальные, денежные откровения. Знаете, когда заканчиваются, завершаются какие-то денежные чаяния, благополучно разрешается или наоборот с треском проваливается, ну тут уже, знаете, кому как повезет. Ну и плюс еще и вот ретроградный Меркурий, самый злой, яростный вот на излете. Поэтому вот для финансовых всяких историй 9-е, 10-е марта, 8-е, может быть, это ответственно, это серьезно, будьте осторожны. Я не исключаю, что вот именно вам лично прям категорически повезет. Может быть такое. Я говорю про то, что астрологические события, астрологические явления плохие и хорошие поровну. Просто мы привыкли смотреть на плохое, чтобы предупредить, чтобы знать, откуда ждать опасности и знать, чего опасаться. А хорошее, как правило, само людей находит. Ну вот, пожалуй, две такие точки важные. Это день весеннего до равноденствия и полнолуния 9-го числа. Карты. Несколько запутанные я для овнов буду использовать сегодня. Карты Таро с иллюстрациями в стиле импрессионизма. Не знаю, почему, но эта колода мне лично кажется самой подозрительной. Почему я ее выбрала, спросите вы? Ну, потому что я не хочу однозначных ответов. Знаете, это легче всего же просто, весело, бодро, примитивно, счастье наобещать. Всяких хороших вещей. Только потом вопросы появляются. Почему не сбылось-то ничего? Наша задача все-таки копнуть поглубже, найти, кто виноват, узнать, что делать. Вот поэтому такие карты. Зато красивые. Овен и работа. Сначала так. Овен и работа. Овен и деньги. Что-то похожее на... Ну, в общем-то, исключительно изобилие вам выпадает. Работа. Все изобильно, говорят карты. Будет просто все изобильно. Но вы при этом привычно держите руку на пульсе. Привычно устанавливаете свои границы в общении с людьми. Привычно воюете. То есть, знаете, вот эта вот семерка жезлов выдает вашу профессиональную жизнь здесь как схватку, но такую привычную. Знаете, как вот у меня такая работа. И здесь нет потрясений, здесь нет удивления даже вашего, знаете. И нет смены работы. Никаких... В общем, радикальных обновлений не будет. Но вы дождетесь вот того изобилия, на которое можете рассчитывать. Если вам нужны в изобилии общения, нужны чувства или разговоры, то это будет. Хотя и со спорами разговоры выпадают. Если вы хотите изобилие, чтобы деньги были, что вот логичнее намного, то значит деньги будут. Денежный дом, который про зарплату, как раз и говорит о том, что хорошие заработки, прямо отличные, восхитительные и тоже привычные. Тоже немножко тягостные обнов ждут. Вот знаете, карта дьявол вам выпадает. Здесь он, конечно, да, сам на себя-то не похож. Ведь он какой-то здесь ухоженный, да красивый. Все равно это вот 15 аркан, это карта дьявола. И интересно, в сочетании с пассивной четверкой кубков, буквально карты говорят, что овны будут очень хорошо зарабатывать и чувствовать усталость и некоторую зависимость, что ли. Знаете, такая хорошо оплачиваемая работа или очень прибыльный бизнес, от которого никуда не деться. И вот подустали, как по накатанной, отличные заработки начинают утомлять. Они, глаз замылился, вам приелись эти деньги. И вы немножко даже чувствуете, может быть, неловкость от того, что не рады делу, которое приносит вам доход. Но в целом, конечно, это карты не про дефицит. Источник доходов у вас не поменяется. Если вы хотите... Если вы хотите карьеру, то вот именно карьерный рост, новая должность могут даваться сильно трудно, но возможно. Здесь карты скорее призывают или дают совет отправляться в бой, не бояться. Ресурсов очень мало у вас будет в марте, чтобы получить повышение. Мало ресурсов, мало ваших собственных сил, мало предпосылок, мало чьей-то поддержки. Но это не значит, что не надо работать над вопросом. Вот только у самых отчаянных овнов получится проскочить на следующую какую-то карьерную ступень. А если не получится, не отчаивайтесь. Работать над этой темой всё равно надо. Ну пусть это отложится там, я не знаю, на апрель. Но эти усилия, которые в марте карьерные будут, окупят себя. Это не заблуждение, это всё равно не мимо будет. Поэтому старайтесь. Старайтесь всё равно. Денежные какие-то истории крупные. Вынужденный поступок ждёт овнов с деньгами. Вынужденный поступок. То есть неизбежно вам нужно будет неизбежно и непонятно что-то купить, продать, вложить, инвестировать. В общем, заняться своими деньгами. То есть сзади подкатят какие-то обязательства или долги. И ясность не наступит. Вот интересно, что по вот этой вот шестёрке вопрошающей как бы шагает в бездну, в неизвестность. Но и отступать не может. То есть всё равно это решение денежное, которое надо принять. Ну и, в общем-то, из этой неизвестности вы попадаете в очередные сумерки. Поэтому очень-очень такие сомнительные, мутные, странные, тайные, а может быть даже обманные вещи ждут овнов в зоне денег. Кстати, карты про обман выпадают, может быть, не так очевидно, но косвенно. Боятся ли вам обманов со стороны? В наше неспокойное время всегда надо бояться обманов денежных со стороны. Но здесь для вас, наверное, больше риска как-то сверх меры веровать в себя и обмануться, обмануть себя самому. Ну, конечно, у кого-то вопрос про новую работу. Ну и здесь всё то же самое. Новая работа достанется вам, очень хорошая. Тоже со всеми прелестями, со всеми пряниками, которые вы можете от работы ждать. Высокооплачиваемая работа в доброжелательном коллективе, недалеко от дома. Такая, ну вот видите, какая идиллическая картиночка вот здесь на иллюстрации. Вот так вот вы на работе, на своё новое будете время проводить. Но чтобы эта работа вам досталась, чтобы её получить, вам нужно будет вот что. Проявить доблесть, разгромить конкурентов, победить страхи внутри себя, поверить в себя, в свой профессиональный опыт, в свою профессиональную какую-то состоятельность, самостоятельность. В целом прогноз на новую работу хороший, денег много будет. Но только это для тех, кто не забоится. У такого однозначного подарка судьбы нету, кто не испугается. Кто смел, тот и съел. В общем, говорят карты, так в целом вам хотят сказать. В этом смысле. Следующий параграф, когда не моего, это общение с людьми. Неблизкие родственники, друзья, коллеги по работе, все, кого вы можете видеть каждый день, будут вести себя весьма предсказуемо. Нет смены, да нет смены круга общения, нету, ну в общем, как бы смены настроения. Если вас опечалят, друзья, то только привычными вещами, словами, ничего нового не удивят. И если порадуют, то, ну в общем, тоже тем же. Возможно, появление в кругу друзей нового человека, скорее всего, это женщина, добрая подруга, доброжелательно к вам настроенная, женщина, которой можно поплакаться или которой хорошо ходить за советом. А вот контакты в группах, которые вы имеете, более удаленные, либо приятельские, как бы и драматично, но и более важными выглядят для вас. То есть у вас может прекратиться связь с каким-то целым коллективом людей. Резко вдруг вы решите отписаться от всех, за кем наблюдаете в соцсетях. Например, домашние дела и дальние дороги. Домашние дела, вернее, правильнее сказать, и связи с заграницей. Дома все будет у Овнов просто хорошо. Достаток, покой, человеколюбие, мелкие покупки, мелкие ремонты, мелкие разговоры, незначительные праздники. Все привычно и, так знаете, добродетельно и благополучно. В целом вот эти две карты из масти Пентакли описывают спокойную, семейную, домашнюю жизнь, в которой просто всего хватает. Особенно хватает денег на мелкие прихоти ваших домашних. Если вы собираетесь ехать за границей, то, вот знаете, с вероятностью 50 на 50. Карты обещают вам как бешеный успех, так и абсолютный провал заранее обреченного плана. Поэтому смотрите, мы можем разделить сейчас аудиторию на две половины. На везучих Овнов и не очень везучих Овнов. Как правило, кстати, степень везучести человека в натальной карте есть, в гороскопе рождения заложено. Хотим мы этого или не хотим. В общем, и успех, и крайний неуспех одинаково вероятны в ваших затеях, связанных с заграницей. То есть вот переехать, например, жить куда-то далеко, работать, учиться, это очень близко и может очень ловко получиться. Знаете, как вот везение попадет в руки, и горшочек начнет варить, и не остановишь. То есть все будет быстро складываться, легко купится билет и подпишется договор. Если прям вот чуть-чуть стрелочка наклонится не туда, поезд возьмет неправильный курс, ваш поезд возьмет неправильный курс, и все. Вы пролетите, проедете мимо предложений, мимо возможностей. Поэтому в целом, если для вас это активная тема, живая, дальние дороги и заграница, ну просто настройтесь на праздник. И, конечно, держите за штурвал двумя руками, чтобы к успеху идти, а не срываться. Ну, это девятый дом, а сюда попадают еще и все обучения. И вот с обучениями вполне возможно такая же история. Можно попасть куда-то в хорошее место и выучиться денежной профессии, очень легко нажить себе друзей и вообще превратить жизнь в праздник через учебу. Я даже не знаю, через что это легче сделать. А можно, с другой стороны, податься настроением внезапным, временным и бросить, убежать, уйти, бросить вуз, например, бросить какие-то курсы, отказаться от того, что могло бы быть очень даже перспективным. Вот. То есть карты овнов призываются в этой теме, с одной стороны, вовремя отказываться от того, что изжило себя, а с другой стороны, и раньше времени не бежать от того, что еще живо. Ну, вот как разделить? В этом же великая загадка жизни. Если бы мы умели вот это разделять, что бросать, а что тащить дальше, так мы бы все хорошо жили, понимаете? В этом же основной противоречии существования нашего и составит. Любовь, как вы думаете? Ну, конечно, до любви-то мы добрались. Март – самый романтический месяц. Понятно, что мечты, которые родятся в сердцах, в головах именно ранней весной, ни с чем не сравнить, ничем их не заменьшить. Потом все суррогаты. Март должен приносить максимальное наслаждение бытием. Любовные истории для вас. Для одиноких, наверное, девушек выпадает шанс на семейную жизнь, шанс на скорый брак, в чем не только на брак, но и общий дом, бюджет и прочее. Однако, то есть серьезные отношения вам достаются. Любовь, например, это может быть новое знакомство, в котором сразу вас замуж станут звать. Но здесь же рядом карта несвободы, карта несвободы. Поэтому, знаете, чувства серьезные, но несколько обременительные могут быть для вас. Вот обременительные просто потому, что, может быть, вы хотите больше, может быть, вы не согласны до конца на этот вариант, на этого человека, но в то же время боитесь бросать, боитесь остаться одной. Как бы хочется вам побольше свободы предложить в теме любви, побольше полета, потому что здесь как-то слишком утилитарно, хозяйственно. Знаете, Десятка Пентаклей – это карта, по которой все понятно. Там не до чувств, там люди считают деньги, подаренные на свадьбу и так далее. Поэтому, ну, в общем, романтические переживания будут. Вот следите за тем, чтобы вы сами себя не вынуждали. Овны такие люди, которых извне, снаружи никто ни к чему принудить не может. Ну, не поддаетесь вы укращению силу собственной строптивости. Но изнутри, и здесь опять же городскоп ваш может сработать, изнутри многие из вас не свободны. И сами себе какие-то неприятности обременения вы можете создать. Не знаю, в любовном доме карты не про любовь вам выпадают, поэтому как будто бы девушка, вот видите, как будто бы девушка чувствует, что ей пора замуж, а сама не очень туда хочет. Но все равно договаривается, хлопочет о ресторане, о ЗАГСе и так далее. Такая история, мне не нравится, не знаю, как вам. В целом, отношения с любимым человеком, которые есть и которого, может быть, вы в марте встретите, будут складываться для вас. Вообще, по первому дому выпадает совсем другой человек с предложением о браке. Вообще, предложение о браке, в общем, вам выпадает, которое полностью даже закрывает вас от самой себя. Опять тема брака, тема обязательств здесь появляется. И это будет все внезапно, и похоже, что вас будут торопить. Про ваши чувства ничего не могу сказать. Вообще-то это ваш первый дом. И вот здесь, описывая эти карты, я должна описать вас и ваши переживания в течение месяца. А я их совершенно не вижу, потому что какой-то персонаж все-таки рядом с вами есть или будет с очень сильным характером, который подавляет, который делает предложение, от которого вы не можете отказаться. Но при этом вы как будто бы теряете себя. Личность ваша расплывается за харизмой этого человека. А с его стороны, как будет-то к вам любимый человек относиться? Да прекрасно будет относиться. И с большой страстью, любовью. Правда, будет вас на что-то уговаривать. Вот опять я здесь вижу, видите? Раз, два, три. Треугольник какой-то соглашательства. Как будто бы вас кто-то действительно приглашает на свидание, замуж. А вы не сильно рады, но и духу не хватает отказаться. Но в целом здесь есть любовь, здесь есть страсть. Человек, кстати, с разлукой вам выпадает. То есть самый главный, ну как бы партнер Марта, вполне возможно, будет от вас далеко. Потому что здесь вот карта разлуки рядом. Да, ложится. Эта разлука не на века. Не такая, знаете, как в индийском кино. Техническая. Может быть, муж уедет просто в командировку у вас на две недели. И будет оттуда вас уговаривать. Не знаю. На что, дом поменять? Общие впечатления месяца будут, кстати, очень счастливыми. То есть вы много раз скажете, что вам повезло. Неожиданно везение вам выпадает. Просто. Вот много раз неожиданное и много раз везение. То есть вы удивитесь, если ведете ежедневник, отметите какими-то галочками там. Скажете, мне повезло, вот девятого, четырнадцатого, двадцать второго и так далее. Прямо сможете конкретно сказать, почему вы в балованих судьбы оказались. Ну и в целом, как бы вот общее настроение месяца для вас – это продолжение. Продолжение. Жизнь как праздник. Карты приглашают вас праздновать, отмечать. Находите каждый день повод для того, чтобы чем-то себя поощрить, порадовать близких. То есть, ну, в целом, такой месяц хорошего настроения вам предстоит. Месяц хорошего настроения, да. Давайте назовем его так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.